Всем здорова, как дела? С вами Тони, как всегда. И, в общем-то, спустя месяц я вернулся к вам и снова буду снимать Лайф Рашу на этом канале. Друзья, вы не забывайте, что я также играю на сервере Москва на Лайф Рашу. Ссылку на игру я оставляю, как всегда, в описании. И активируйте мой промокод на первом сервачке Москва, хэштег Тони. За него вы получаете очень крутые бонусы. Ну а сегодня у нас уже шестая серия Пути Бомжа. Кстати, я в скором времени начну также новый путь. Так что, чтобы его не пропустить, ставьте колокольчик. Ну а мы с вами, давайте уже начинать. Спавнимся с вами на спавне и давайте в первую очередь посмотрим, какие у нас тут квесты. Приобрести первый автомобиль, я думаю, что краски, давайте сейчас выполним его. Арендуем с вами мопед за 50 рублей, что-то он вообще не хочет у нас арендоваться. Давайте тогда попробуем еще раз. Все, он у нас арендовался и теперь давайте ведем с вами команду Slash GPS, чтобы посмотреть, где у нас находится автослон. Ага, вот он. И давайте тогда с вами не будем покупать какое-то барахло, а пойдем с вами в просто средний класс. Не эконом и не высокие, что-то как бы среднечо. Окей, посмотрим, что там есть. Кстати, друзья, пока я отсутствовал на LifeRash, тут уже вышло довольно много обновлений. Добавили здесь мотосалоны. Как видите, уже, собственно, снега у нас нету. Новый город Литвоград. Также охрана, с охраной связано. В общем-то, здесь очень много всего поменялось. Ну и, в общем-то, будем здесь также дальше с вами развиваться. Кстати, новый путь, который я вам анонсировал, будет за 30 дней. Сразу вам скажу. Короче, вот такой вот. На LifeRash такого еще никто не снимал. На других проектах, да. Так что, можно сказать, на LifeRash я буду первооткрывателем. Но еще хотел бы вас поблагодарить за то, что на моем промокоде вы уже собрали 250 активаций. Это реально круто, потому что LifeRash я не снимал месяц и просто не заходил даже в игру. Зашел и у меня просто на промокоде 72 активации. Вот просто с ничего упали мне. Так что, благодарю вас всех за активацию. Я уже приехал до автосалона. Кстати, он на аукционе. Надо будет посмотреть, сколько там, собственно, такая цена ГОСКа. Может быть, вдруг задоначу. Так, ладно. Давайте посмотрим с вами ассортимент. Самый дешевый брать не хочу. Так, чтобы машина, как бы, мне была постоянным моим конем. Ниссан, кстати, Сильвия неплохо. Кстати, напишите в комментариях, что вообще из этого стоящее. Опа. Давайте, наверное, Mark II с вами возьмем. Вот Mark II. Да, мне нравится. 730 косарей. Обидно. Но ничего страшного. Да? А, ага, у меня нет лицензии на управление. Ну, сейчас, я думаю, получать ее не буду. А давайте в следующей серии. Тогда я, собственно, позабочусь о ней. Поэтому я решил поехать в магазин аксуаров, чтобы здесь тоже выполнить квест. Ух ты, смотрите, как отлетел красиво. Ладно, заходим с вами в этот магазин. И теперь тогда. И что самое интересное? Наверное, кепки. Во, 6 косарей. Давайте вот просто в самый раз покупаем. И, собственно, потратили 6, получили 10. Вот это прям хорошо на самом деле. О, кстати, а как мой мопед уже тут оказался? Вот это, конечно, вот прям интересно. Далее гоним прямиком в отель, чтобы здесь заселиться в номер, потому что это следующий квест. Я понял, что квесты можно выполнять не поочередно. Я их выполнял поочередно. Так, ну, давайте здесь, собственно... Я так понимаю, вот сюда нам надо встать. Так, что тут? Список номеров. Номеров. Есть оплаченный день. О, тут, кстати, у многих один день оплаченный. Угу. Получается, скоро слетит. Регистрация. Подобрать номер давайте или выбрать... А, все номера заняты? Вот это, конечно, плохо. Я в мэрии. Тут давайте посмотрим сами, что есть на аукционах. Так, список лотов. Так, здесь технический магазин 24 на 7. Вот сколько много. И вот они, да, заслоны, которые я хотел посмотреть. Ну, короче, это все очень дорого. Стоит закусочная тут какая-то есть. Квартира. Что за закусочная? Три ляма. Мне не хватает. И... О, кстати, скин нига бывает. Ну, здесь, в общем-то, ничего пока что не под силу. А если что-то и под силу, то это какой-то хлам. Ну, а далее идем в закусочную, чтобы пополнить свою сытость. Потому что она у меня не на 100%. Давайте картофель фри. Продукты данного блюда закончились. О, давайте тогда... Ладно, пиццу. А, ну, я так понимаю, вообще у бизнеса ничего нет. Ну, тогда давайте... У меня есть вот, как видите, в инвентаре. И из инвентаря, собственно, с вами и покушаем. И еще вторую давайте сразу же прямиком сюда. Использовать. Отлично. Ну, а на этом шестая серия Пути Бомжа подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы седьмая вышла как можно скорее. Ну, а также скоро новый путь. Я вам могу сразу сказать. В общем-то, всем спасибо за просмотр. С вами был Тони Файв 2.0. Всем удачи и всем пока.